ой пахнет курта обалденный обалденный курт класс такой слоноватый и он не твердо мягкий всем привет у меня приехала подруга из казахстана привезла мне презентики такая приятная неожиданная встреча потому что я не думала что не ухватит силы и вообще возможности доехать в такую далее она ехала еще через москву там останавливалась у сына потом поехала они осматривали минск ездили к родственникам и потом заехали ко мне она мне привезла презентики из казахстана кое-чем ее просила а кое-что она мне привезла сама выбирала я ее просила привезти не китайские семена дайкона у меня закончились вот лучше дайкона я не знаю все таки там вы его выращивают культивируют и очень много лет здесь как-то может быть неудачно но не получался у меня дайкон такой хороший а казахстане всегда удавался именно из китайских семян может быть у кого-то и не получается из китайских семян бывает и пересорда бывает что угодно надеюсь что эти семена все-таки будут такие же как я садила уже этот дайкон семена конечно зависят от того насколько производитель дорожит своим именем но правда я не прочитаю что здесь за имя производителя будут только возлагать надежды что все-таки семена будут хорошие значит вот дайкон она мне привезла потом огурцы опять-таки не знаю то ли это гибрид то ли не гибрид но судя по тому как они завязываются пучковые вот мне так кажется я думаю что это все таки гибрид тоже опыт по выращиванию китайских огурцов у меня есть как отрицательный так и положительный тоже опять таки зависит от производителя насколько он чистоплотный иногда огурцы просто вот обалденные какие гибриды так и сортовые очень мне понравились огурцы салатного сорта но их можно и мариновать но я на салат пускала салатные огурцы это змей длинный змей по моему изумрудный поток вот там как бы было продублировано очень хорошие не слишком урожайные очень нежный салатный вкус нежной тонкой корочкой вот это я не знаю такие я не садила с такой картинкой скажем потому что ну у меня каша в голове от этих иероглифов поэтому я не знаю если бы они дублировали хотя бы еще на каком-то там английском каком угодно европейском языке можно было бы перевести перевести иероглифы хотя можно принципе так постараться как-то мы не знаю в общем уже конечно на будущий сезон буду садить семян тут очень много очень большая пачка хотя раньше они присылали вообще я покупала непосредственно в точках продажи там у нас казахстане очень много по торгу и продают китайскими семенами и цветы и овощи и все всегда очень много семян на последнее время уменьшилась тут я не знаю конечно больше ста семян больше ста семян и это хватит не на один год тем более что курсы не хранятся очень хорошо сохраняют схожесть поэтому это мне вот очень надолго еще могу даже поделиться и дайкона тоже очень много это я даже не знаю сколько тут так вот на просвет если видно я снимаю на окне да вот насыпано до сих пор вот так вот много тут сантиметра два с половиной где-то неровно лежат эти семена видно на просвет вот это вот темное такое пятно это там семена на просвет их очень много конечно и вот такую редиску чем заказывала я один дайкона мне привезли кучу семян и вот такую редиску красную такую редисочку я тоже садила от другого производителя тут продублирована даже на английском языке надо будет тогда по губ погуглить что это за редиска такая тоже очень много семян не на один год если только схожесть не потерять то что с редиской хуже редиска такой схожестью хорошие как огурцы не обладает иногда она вот не сходит просто не сходите все хотя есть у меня редиска которые наверное по срокам лежит у меня лет 5 я садил ее в этом году очень хорошо зашла но будем надеяться что семена свежие надолго хватит а я мое сумасшедшее просто увлечение томатами подруга привезла мне еще семена сибирский сад вот такие сортовые томаты царь колокол шикарный это все детерминатные сорта на мне привезла я не думаю что она подбирала специально ну просто вот ей понравились по крупности как она говорит на что глаз упал что ей понравилось она взяла потом м чемпион м чемпион я садила очень хороший сорт мне понравился крупноплодный такой плотный плотный тоже невысокий если я не ошибаюсь до детерминатные он еще ниже царь колокола 50 55 сантиметров небольшое посынкование тоже сердцевидная форма красно-розовый до 700 грамм чудесный помидорчик хлебосольный хлебосольный я садила но либо у меня был пересорт они не соответствовали заявленному тут вот в аннотации но еще раз попробую посадить плохо видно бликует сейчас я достану освобожу от салфана достану посмотрим видно нету там красавицу из каменногорск красивый город красивый компактный замечательный город природа чудесная одно плохо газ страшный страшный газ дышать нечем очень много предприятий промышленных без ветри город находится такой как бы низине устье гор усть каменногорска устье гор не дышать нечего аллергия аллергии нас замучили просто вообще вот но периодически туда приезжаю потому что естественно скучаю по своему городу вот он мой город так ну ладно и еще привезла я как-то говорила видео снимала я периодически вспоминаю то чего мне не хватает мне не хватает кумысы не хватает курта здесь не купить конечно курт можно попробовать делать самим а вот кумыс конечно тут не сделайте я прям скучаю по кумысу кумысы нам не смогла привезти но если бы она ехала напрямую может быть она мне его привезла а так она ехала на перекладных через кучу друзей и знакомых тоже и зато она мне привезла курт вот две пачки курта сейчас я попробую вот и хочется вспомнить конечно тот вкус вкус детства но я брала и участников на рынке мы покупали и его сейчас производят не знаю насколько хорош этот производитель но все-таки это наш казахстанский курт так что спасибо мои подруги им поля спасибо тебе сейчас буду пробовать еще внучки внукам там попробовать потому что они мне никогда не пробовали что такое курт объясните им что такое курт я не знаю как чем я сейчас внучки сказала что это такая не сладкая конфетка сейчас отрежу и достану вот он такой маленький небольшого размер чека аккуратненькими вот сделан цилиндриками обалденный обалденный курт класс такой слоноватый и он не твердо мягкий вкуснотища вот что значит к чему с детства привык что любишь такая вкуснятина не знаю ценят мои внуки не оценят по крайней мере не попробует спасибо мои подруги сбылась мечта попробовать курт год назад я же там была я приезжала совершенно из головы вылетела купить и привезти сюда вообще у меня были полные полные сумки поэтому скорее всего и не вместилась бы у меня даже никуда не смогла привезти ну забыла просто элементарно забыла купить себе шоколадки взяла рахатовский там местные какие-то вещи от местных производителей какие-то там конфетки шоколадки вот очень мне нравится рахатовский конфеты шоколад но так даже вот я не знаю почему я забыла пора приступать налаживать домопроизводство курта себя кормить во всяком случае куртом время от времени вот вкуснотища с чаем это вообще что-то все пойду чаем действительно заварю чай по-казахски с молочком и попью чай с куртом все всем пока пока до следующего видео